так всем привет опять продолжаем делать декор но столкнулись с небольшой проблем каю проблемка наша вот в чем здесь у нас коридор в этом коридоре будет у нас травертин и нельзя здесь наносить травертин пока не сделаем мы кое-что а что мы делаем нам нужно проверить геометрию всех проемов то есть есть ли здесь какие-то отклонения будут торчать об наличке или будут вровень выступать ну короче нужно все просмотреть прежде чем начинать грунтовать то есть если есть возможность перед этим поправить иначе мы это все будем поправлять подтягивать натягивать подштукатуривать вот также перед началом нанесения декора я попросил чтобы электрик прозвонил все провода то есть он сразу взял вот так все подключал посмотрел короче если везде соединение не перебиты ли нигде проводочки и вот что у нас вышло вот и именно вот этих двое дверей они имеют такие отклонения больше чем по пол сантиметра ну например если поставить лазер он здесь уже касается к стене луч и внизу не достает вот левую сторону я уже подтянул это много времени не заняло и еще нужно подтянуть эту сторону здесь не так много с той стороны было много больше то есть если вот так посмотреть это до трех миллиметров у нас щель но все равно раз мы делаем здесь мы здесь немножко подправляем внутри миллиметра это все-таки есть что-то вот здесь уже у нас около пяти или шести миллиметров вот верху сходится в ноль то есть если поставить уровень или поставить лазер но вот так все красиво его там упирается то есть это все нужно поправлять прежде чем наносить декор потому что есть много очень декораторов которым задача была то есть как щелкнули дома пальцами давайте наносите декор они прибегают наносят а там пусть потоп после них там ним все равно нужно про пересмотреть нужно везде все просмотреть если какие-то недочерки ну здесь уже меньше немножко здесь уже больше вот такая здесь дырочка это все подтягиваем натягиваем то есть у нас есть вот угол к этому углу делаем мы так подтяжечку и все ровненько и все красивенько потом встают двери и обналичка уже ну чтобы вы себе представляли как оно должно было смотреться если бы не подтянули то есть было бы вот такая или вот такая вот щель между обналичкой и стеной я бы нанес декор и там это уже надо было не знаю чем-то зашпаклевывать или обналичку там спиливать с другой стороны ну короче нужно ровнять то есть мастера которые делали стены не досмотрели вот например это с предыдущего объекта вот эти вот досочки каждая досочка вырезана с учетом толщины стены кривизны штукатурки и еще плюс клей и плитка то есть эта доска была рассчитана на стену в пол кирпича штукатурка штукатурка клей и плитка то есть плитка должна была быть заподлицо с вот этой вот штучкой то есть это было мои это были маяки на две стороны сразу на две стороны на одну стеночку то есть мы вот здесь штукатурили а там с той стороны ложили плитку и выставляли маяки таким макаром чтобы плиточка у нас была вровень с этим то есть таким образом мы даже вычисляли геометрию и делали параллельно эту стеночку с двух сторон к тем и этим к этим перпендикулярно как это и параллельно вот так же этот был у нас от какой-то стены здесь по моему даже какие-то размеры остались да это 18 7 это тоже были из какого-то санузла стеночка делалось проще купить листок юсби вот сделать по размеру прийти даже если сомневаешься допустим в ну сделают ли мастера то есть они штукатурить умеют но с ну часто такое практически через один объект где поштукатурено то быть это какой через один каждый объект где поштукатуренные стены в какую-то сторону завалены они даже если у них уровень есть он постоянно врет и такое впечатление что они этот уровень передают с рук в руки и одним и тем же уровнем короче делают кривые стены и кривую штукатурку вот чтобы этого всего избежать достаточно просто промерить плюс там если широкоформатная плитка бывает она и потолще бывает и поуже то есть можно спросить как у дизайнера так и у заказчика там если нету дизайнера просто у заказчика приблизительно какая плитка будет что им нравится несколько датам толщина плюс минус такая-то и все будешь знать вырезал взял просто сну заехал в любой маркет где продают эту юсби там же и порезка есть нарезка нет сам порезал взял циркулярку поправил понарезал и сказал мастерам за вот это не заходить то есть больше не нашпаклевывать больше не на штукатуре это все то есть предел это как маят вот наша вторая стеночка которая будет делаться под мрамор это у нас кухонька уже в соседней квартире и она была очень кривая эта стена ее пришлось ровнять каким образом и уравняли вот здесь с этой стороны натягивал правилом вот такой маячок то есть брал шпаклевку и просто оттянул и вот так подтянул посмотрел нету ли изъянов там каких-то но и остался и также с той стороны вот видно след есть тоже такой же маячок потом брал вот это правило она чуть больше чем 250 по моему на где-то 280 до 70 и этим правилом тянул по этим маякам брал финишную шпаклевку готовую ведре и натягивал она не были ямки немножко где отдавала усадку потом на второй день пришел я опять подтянул ну и вот результат могу показать это не шлифованные кому как он перетягивалась правило вот такое ну и из сама не подготовлена сейчас и знают вот одно маленькое место 10 микро щелочка усадочку было там чуть больше за маяком а здесь вообще в идеале почти ну и представьте себе что я сюда еще буду не менее миллиметра давать слой извини цанки в рисунке будет идеальная стена есть ну после шлифовки конечно здесь вообще все идеально потому что вот я только что приложил и остался след вот этот маленький орбочек нужно его снять и пересмотреть их будет рисовать алюминий немножко под шлифуем ну и практически я могу сказать что это будет самая ровная стена на которой я когда-либо делал имитацию мрамор вот ровнее еще стен не было ну были там где мы там на кухне вот тоже я ровнял этим правилам ну там как бы сказать не то что вся стена просто участок рабочей кухни ну рабочая часть должна была быть плиточка вот там я ровнял тоже подправила ну и кому зашел такой видос такие технологии ставьте свои лайки вот писали мне проще маяки выставить и перештукатурить серьезно проще выставить маяки и перештукатурить вот прошлом видео я ровнял стеночку я просто ровнял брал правила и перетягивал под разными углами для того чтобы убрать сами ямы но здесь уже решил взять большое правило и просто перетянуть и в общем результате это должна быть стена практически без изъянов да буду даже сама венецианка дает усадку она где-то будет может какие-то небольшие искажения типа молоткового покрытия будут со временем появляться когда она как бы постареет устанет или как она называется ну когда материал кристаллическая решетка уже у него как бы формируется типа как бы зажелезнеет или зацементируется вот то до того времени она еще немножко живет сохнет дышит ну и в она всю жизнь будет конечно сохнуть и дышать но в общем думаю эта стена будет самая-самая ровная самая красивая так что до следующих видео увидите уже сам результат нанесения всем пока а а а Субтитры сделал DimaTorzok